Старик и Тора. Равин еврейской русскоязычной общины Иерусалима Ишайя Гисер. Недельная глава Торы прямо из иудейской пустыни. Здравствуйте. Меня зовут Ишайя Гисер. Я равин еврейской русскоязычной общины Иерусалима. И это первый выпуск нашей программы Старик и Тора на лучшем радио. Вещать мы будем прямо из иудейской пустыни. И каждую пятницу с наступлением, перед наступлением Шаббаса, мы с вами будем говорить о недельной главе Торы. Я надеюсь, это будет полезно и интересно. Подписывайтесь на лучшем радио и в Ютубе, и в Фейсбуке, чтобы не пропускать недельной главы. Как говорил Алтар Эбе, надо жить в ногу со временем. То есть, надо жить вместе с недельной главой. И сегодня речь пойдет о недельной главе Ницавим. Ницавим – одна из последних глав книги «Дворим», которая вся предсмертное обращение Мойши, Мошара Бейну, нашего величайшего пророка, который перед уходом, он говорил, и глава Ницавим, она начала его речи в день, когда он расставался уже с народом, по сути, с жизнью. И начинается она именно так, по этому слову она и названа. Литературно перевести это надо так. Сегодня вы стоите перед Господом, вашим Богом, глава ваших колен, ваши старейшины и стражи, каждый человек из народа Израиля, ваши дети и жены, переселенцы, живущие среди вас, от дровосека до водоноса. Вы вступаете в союз с Господом, вашим Богом, союз, скрепленный заклятием, союз, который Господь, ваш Бог, заключает с вами сегодня. Так звучит начало нашей главы в хорошем русском переводе, но, как и любой перевод, он убивает очень большое количество подразумевающихся в еврейском тексте смыслов. Например, слово «нецавим» не может быть адекватно переведено на русский язык одним словом, потому что «нецавим», те, кто учили еврейский язык, они знают, это означает не «вы стоите», как мы перевели это, а «вы прямо стоите», «вы предстоите». «Лиит я цевь» можно в военном строю, перед командиром, ожидая приказа, стоят, вытянувшись, по стойке смирно. И в этом-то и заключается выбор Тора этого глагола. Там не сказано «атэмом дым», что было бы вполне адекватно с точки зрения стояния. А именно «гит я цвуд», да, явиться, стоять перед Творцом, потому что мы должны выпрямиться, подтянуться, принимая на себя вот эту вот высокую и возвышающую жизненную миссию. И вот эта глава, она начинается к обращениям к Израилю, как к общности всех евреев. «Вы все стоите сегодня». «Атэм лицэйм гайоим кулхэм». Но следом подробно перечисляются различные по своему положению категории. Казалось бы, логично ли написать только это обобщение, или перечислить и обойтись без него? Объясняет Медраш Танхума, один из основных сборников Медрашей. «Несмотря на то, что я вас перечислил, игла в колен, старейшин, надсмотрщиков, вы все равны предо мной. Как сказано, «Коль Иш Исраэль». То есть каждый еврей. А смысл сказанного в Медраше, это была цитата. Смысл сказанного в том, что с одной стороны, между нами, конечно же, должно быть единство, но с другой, у каждого своя миссия. И обеспечить единство столь разных людей, главы колена и водовоз, может, только вы стоите сегодня перед Богом, Господом вашим. Это и есть условие единства. Да и, собственно, существование. Общность Израиля, общность только перед Богом, Господом вашим. И так об этом говорит Саадья Гаон в своей блестящей формулировке. «Эй лану ума, эла батура». Мы не народ, кроме как в Торе. И вот эта вот общность перед Богом, она направлена смыслу существования. В том, что вступить в союз с Господом вашим Богом. Союз, скрепленный заклятием, союз, который Господь ваш Бог заключает с вами сегодня. Смысл и цель – реализация Торы. И ради этого союза и существует понятие «еврейский народ». И этот союз охватывает человека целиком. Слово «кулхэм», я его перевел как «вы все». Но, как вы понимаете, он может быть переведен как «вы полностью». То есть, всем вашим бытием. Со всем, что оно есть и что может дать. И так исчезает противоречие между уникальностью каждого человека и общества народа. Народ, община, живет только усилиями каждого отдельного еврея. Его личным вкладом. И единство народа создается не единообразием, как зачастую пытаются представить даже религиозные люди, а общностью целей, при которой каждый выполняет свою индивидуальную миссию. Комментаторы таким образом объясняют слова «ла врыха биврит» – «вступить в союз». Мойша, говорят они, в день своего ухода привел сынов Израиля к завету тотальной взаимной ответственности. Это толкование основано на игре слов внятных носителями иврита «ла врыха и ла арев». Известное утверждение, что «кол Исраэль аравим зелазе» что все евреи, они в ответе друг за друга. Аравим. Эта фраза воспринимается, как правило, в негативном контексте. Что мы должны расплачиваться по чужим счетам. То есть, и, кстати, этот смысл, безусловно, присутствует. На современном иврите «арев» – это гарант. А гарант – это тот, который платит в случае, если тот, кому гарантом он выступает, оказался финансово несостоятельным. То есть, платит по чужим счетам. Да, конечно, этот смысл тоже существует. Но те, которые знают еврейский язык, помнят, что этот глагол, этот корень «Айн Рэшбет», «Арев», да, который значит «нести ответственность за кого-либо», имеет еще значение. Например, он обозначает «смешивать». «Ля арбев», да? «Ируф», знаете эти слова. И он еще сладкий. «Дворим арвим», да? Сладкие слова. Если учитывать все эти значения, это становится понятным, что это несет не только негативную коннотацию, что мы вынуждены рассчитываться за несостоятельность нам подобных. и Бог может нам наказать за проступки других евреев. А вот это вот «Аревут», он означает, что мы понимаем, насколько сладкой, насколько приятной может быть у нас существование, если вся, весь народ, вся община сынов Израиля будет чувствовать себя как одна большая смесь, да, нечто единое, неразрывное. мы действительно отвечаем друг за друга, но мы и взаимопроникновенны, мы взаимозависимы. Я до этого сказал, что смысл нашего существования в нашем союзе с Богом. И в преддверии Роша Шана имеет смысл напомнить себе, что обозначает понятие союз с Богом. Помимо наличия взаимных обязательств, что будет, если будет так, а если так не будет, то что будет, что я обязан делать, что мне обязаны делать, при каких условиях. Но ведь есть глобальный вопрос. А зачем заключать союз? Ведь на самом деле заключение союза это штука некая иррациональная. Она противоречит здоровому смыслу. Ведь когда я заключаю с кем-то союз, я пытаюсь создать систему взаимных отношений, взаимных обязательств. которые не конъюнктурны, которые не зависят от актуалий, от сиюминутных условий. Ведь если стремление быть вместе, оно обоюдно, и польза от этого несомненно для обеих сторон, то для чего формальности? А дело в том, что любой понимает, что может случиться всякое. Отношения могут быть осложнены и испорчены. И поэтому люди, которые хотят быть вместе, заключают союз, пока есть взаимопонимание и желание быть вместе. чтобы даже в том случае, если возникнут причины повести себя иначе, можно было сохранить отношения. Это и есть то, почему Всевышний заключил с нами союз. мы далеко не всегда на уровне. И у этого союза есть много нюансов. В том числе вполне болезненных нюансов. И этому была посвящена предыдущая глава, глава Китово, где львиная доля главы это перечисление неустойки в случае несоблюдения нами условий этого договора. но тем не менее сам факт договора говорит о том, что с нами хотят иметь дело и сохранить отношения вне зависимости от того, в каком состоянии мы сейчас находимся. И насколько мы сегодняшние достойны этого союза. Поэтому это союз на все времена. и рабешнер заман изгляд основатель хасидизма каббат, который называет старый реббе, да, алтаребе, в своем великом труде ликутой тире, в главе которая была посвящена вот Ницавим нашему недельному разделу, он пишет на основе каббалы естественно, что все еврейские души представляются некое единое духовное явление, общность еврейского народа, кнесет Исраэль это называется, структурно соответствующая с некоторыми оговорками человеческому телу с его иерархическим устройством. души и перечисленные в нашей главе 10 категорий главы ваших колен, ваши старейшины, ваши смотрители и так далее охватывают все существующие виды как бы типы душ. И вот в таком виде мы предстаем перед творцом как разноуровневые но равноправные части единого целого. И речь идет о взаимной зависимости и дополняемости от глав колен до водоносов, от высших до низших. Это все элементы единой структуры. Это элементы единой структуры, которая не возникла в результате наших решений или нашего поведения, при котором мы вышли на тот или иной уровень. А речь идет о душах, о изначальном потенциале и соответственно миссии, так сказать, комплектности, составляющей каждую из них. и их гармоничное взаимодействие таких разных разноуровневых душ и как следствие их носителей возможно лишь тогда, когда вы стоите вы стоите все вместе перед Богом вашим Господом вашим. Это условие может быть даже требование чтобы мы были вместе означает немирное сосуществование. Глядя на окружающий нас мир хочется сказать и нам бы и этого было достаточно, как в пасхальной годе, но тем не менее подразумевается не отсутствие вражды, при которой мы толерантно друг друга терпим. Речь идет о неразрывном единстве, когда мы полной мерой ощущаем взаимозависимость понимая, что дополняем друг друга функционально подобно тому, как взаимно дополняют друг друга различные органы человеческого организма. Что организм здоров и полноценно функционирует тогда, когда все его части в своем качестве могут реализоваться в полноте. и чтобы заслужить если можно так выразиться у Всевышнего Творца желание иметь с нами дело, необходимо именно понимание своей уникальности и своей зависимости от мне подобных. Когда каждый делает все, что может в своем качестве, и тогда вместе они составляют некий цельный организм. Борхейну овину куламу ке эхот Благослови нас Отец наш всех как одного. Благословение свыше принятия и силы оно приходит тогда, когда есть вот это ощущение того, что есть что-то выше каждого из них в отдельности перед Богом. Когда они перестают воспринимать различия между собой как негативный фактор и понимают, что именно разнообразие является благословением. И единство не имеет ничего общего с гомогенностью, потому что единство подразумевает разность. И Всевышний уравнивает малого с великим, потому что перед ним все равны. Равенство перед Богом позволяет служить ему самым малым наравне с самым высоким. Потому что каждый нужен. Причем каждый нужен в своем качестве. И не с социальной точки зрения, а именно с точки зрения духовной функции. жизненной миссии. Проще говоря, у каждого есть свой духовный вес. Но наша полнота как единого духовного организма в равной мере зависит от каждого из нас. Я говорю сейчас не о выживаемости и даже не о сугубо функциональности, когда разные функции требуют разных специалистов. А я говорю о целостности. Потому что в случае еврейского народа вот это восприятие разных как компонент целого это определяющая сущностная характеристика. И в этом смысле каждый из нас обладатель некого преимущества перед остальными. Каждый из нас имеет что-то чего нет ни у кого кроме него. На его месте. С его индивидуальным набором способностей комплектности если хотите. И только усилиями каждого отдельного еврея который понимает что он вносит свою свою долю свой вклад в этот союз живет вся община. Единство Израиля создается не тем что кто-то кому-то уподобляется а в том что он следует исполнению велений Господа Бога вашего. Израиль и народ Израиля единое целое перед Богом тогда и только тогда когда каждый из нас остается самим собой и выполняет свою персональную миссию порученную лишь ему одному. есть два уровня два аспекта единства еврейского народа на низшем из них материальном знакомом нам мы дополняем друг друга оставаясь каждый самим собой на высшем насущностном насущностном духовном мы это единое целое каждый из нас это частное проявление единого явления и если на низшем как говорил Иосиф Вячеслав Ильич незаменимых у нас нет да и нехватка одного элемента как бы он не был важен не критично то на высшем уровне каждый важен определяющий без него единство ущербно и вот эти вот низшие и высшие единства они дополняют друг друга и хотя высшее единство по определению более высокого порядка что очевидно действительно его залогом является то что каждый из нас будучи частным проявлением единого целого остается уникальным неповторимым и отличным от всех остальных и вот эту свою уникальность мы обязаны культивировать и так объясняет Алтаребе Мишну от имени Раби Мейера в поучениях отцов в Перкеявод там в четвертой главе десятая Мишна говорит с кем бы ты себя не сравнивал отдавай ему предпочтение говорит Раби Мейер с кем бы ты себя не сравнивал у него есть преимущество перед тобой это не значит что ты без достоинства это не значит что он важнее тебя нет просто у него есть те достоинства которому он отличается от нас и поэтому он нас дополняет именно отличаясь от нас он и позволяет дополнить того что не хватает а мы в свою очередь дополняем то в чем есть преимущество у нас и это позволяет проявить это высшее единство и духовное что отражается на материальном и материальное что отражается на духовном и высшее и низшее является частью и условием друг для друга и когда я говорил о том что мы должны понимать взаимозависимость и что это не пресловутая толерантность когда один глава колена а второй водовоз но когда каждый сознает что без другого он неполноценен и вот это вот сравнение которое делает алтер-эбе с человеческим организмом оно очень показательно ведь каждый из нас он имеет голову да разные другие части тела и ноги например пятки и то на что способна голова ноги не сделают но проблема в том что то что сделает нога голова тоже не сделает и человек у которого нет головы нежеспособен но когда не хватает ноги то ущербность и в голове тоже одно не может обойти без другого и вместе они составляют цельный функциональный организм и необходимые условия для этого чтобы это единство о котором я так долго говорю было истинным кто-то может подумать что он один из глав ваших колен а вот тот водовоз но очень может быть что он ошибается человек редко оценивает себя объективно а уж тем более как сказано в нашей Торе открытое Господу Богу открытое нам и детям нашему скрытое Господу Богу нашему а не стора слова Аллакенова нигла слону лаваны и надо никто не знает на самом деле кто он функционально в этом организме но даже если действительно голова и ты себя не переоцениваешь то у ноги есть превосходство над тобой и голова не может достигнуть того места где хочет быть без помощи этих ног и поэтому здесь у нас перечислены разная группа евреев от глав до пяток до стоп и в нашей еврейской истории не раз оказывалось что те кто думали не без оснований что они главы в момент испытаний оказывались очень внизу порой водовозы являются недостижимым образцом для глав ваших колен в в фундаментальном труде отца Минемина Натаньяу профессора Натаньяу о испанской инквизиции есть достаточно много информации которая может вызвать дискомфорт там рассказывается о том что простонародье еврейское предпочитало изгнание крещению когда в Испании было принято решение о том что все те кто не крестится обязаны покинуть страну до 9 ава то крестились как правило люди составлявшие элиты общин общинная верхушка которая предпочитала спасение своего имущества и образа жизни расплачивая за это крещение а простой люд отправлялся в никуда не желая запятнать себя изменой Богу голова это конечно вместилище разума интеллекта и ноги слушаются голову повинуются условиям разума они должны повиноваться но зачастую именно простые евреи евреи которые не очень много знают но сохранили высокий уровень я бы сказал еврейского сентимента причастности они могут быть примером вот этого потенциала стойкости которая зачастую недоступна для тех которые все строят на интеллектуальных достижениях и социальной состоятельности потому что намерение да идеи грамотность это без всяких сомнений великие достоинства но поведение реализация другими словами кто ты оно важнее и поэтому отдающий себе отчет в несовершенстве своих знаний и своего уровня простой еврей может быть гораздо более духовно компетентен чем одаренный талантами человек который просто реализует свой интеллектуальный потенциал не вкладывая в это ни душу ни искренность ни веру такое тоже возможно грамотность можно измерить еврейскость измерить нельзя я часто слышу когда люди говорят что они приближали евреев к Богу да есть даже такой термин керув но кто знает кто ближе кто дальше от Бога кто может взять на себя измерение и у кого есть инструмент для того чтобы измерить степень близости к Творцу по по какому параметру когда простой еврей получает через испытания через трагедию через экстремально какие-то условия он получает возможность для проявления своей души то это зачастую оказывается непревзойденным уровнем по отношению к утонченным интеллектуалам и прописным грамотеям и вот такой водочерпий может быть примером для главы и тот кто избежал вот этих испытаний которые вдруг показывают подлинный духовный уровень человек может извлечь из этого примера серьезный урок и вдохновение главу Ницавим всегда читают в последнюю субботу перед Рошишоном перед новолетием так работает суббота она подбирает всю предшествующую неделю как бы подводя итог недаром она связана со сферой малхт не хочу в это уходить уж долго надо объяснять обобщающая нам явление суббота но она же задает тон и является источником для следующего цикла для следующей недели и в известном смысле содержит в себе всю будущую неделю недаром знаменитая молитва что ли шалом алейхм обращение к ангелам которые говорят или поют при встрече субботы основано на том что сказано в талмуде что ангелы которые сопровождают ангел обвинитель ангел защитник которые сопровождают еврея в субботу глядя на то как он проводит встречает субботу говорят пусть так же будет у него вся неделя вся следующая неделя да и они говорят это в унисон хотя каждому каждому из одному из них хотелось бы чтобы это было не так так вот суббота все дни благословляются субботой и наша глава она ведь начинается как было сказано уже от им не цевим гаем по прямому смыслу писания как мы об этом говорили гаем это день смерти Мойши день его ухода из этого мира но но понятно что этот смысл далеко не единственный и вот это вот наша традиция говорит что этот гаем это росшишина росшишина это день суда не йом кипур это день суда йом кипур это день как раз искупления день прощения а день суда когда решается судьбы каждой детали мироздания и мироздания в целом это как раз росшишина годовщина сотворения человека и вот эта суббота нецовим как я уже сказал она готовит нам неделю с росшишина и в истории сказано гаем вот это вот самый тот самый день можно перевести да можно перевести как сегодня а гаем это день с определенным артиклем и вот это вот тот самый день то есть день росшишора необходимо чтобы мы стояли все все души должны предстать перед Богом без исключения от глав колен до водоносов и тут есть одна деталь которую я бы хотел затронуть Раши когда говорит о дровосеках и водоносов он объясняет что имеется ввиду те кто во времена Мойши пришли обманом присоединиться к народу Израиля были жулики из народов которые были обречены на изгнание или уничтожение при завоевании эра Цисраэль семь народов которые населяли эту землю обещанную нашим праатцам которых евреи и вытеснили при захвате земли но были среди них хитрованы которые придя как путники как мигранты из далеких стран они пришли и сказали что они хотят признать Всевышнего как единого Бога что они пришли издалека чтобы присоединиться к народу для служения и обманным путем они приняли иудаизм и стали частью народа Израиля и когда их ложь раскрылась уже ничего не изменили и изменить не могли потому что оно произошло они стали частью народа Израиля и тогда говорит нам Тора их сделали дровосеками и водоносами и они обслуживали святилище вообще они обслуживали как бы в качестве дровосеков и водоносов весь этот стан народа Израиля но когда пришли в Эра Цесраэль когда расселились колено по своим участкам всем на своей территории то соответственно и они тоже вошли вместе со всеми евреями в Эра Цесраэль их функция была обеспечивать святилище впоследствии храм в качестве лесорубов и переносчиков воды эта вещь совершенно нелогична они обманщики мы знаем что они обманщики они присоединились к еврейскому народу во лжи из шкурных абсолютно интересов духовных исканий и попыток попасть под крылья шхины под сень шхины божественного присутствия у них не было и еврейская миссия им была не важна они пытались остаться в этом же регионе получить все права и обязанности вывести отвести от себя удар шкурные только шкурные интересы но они стали частью нашего народа и удивительно что в роша шона да вот в эти вот в наша глава она говорит здесь стоите вы все и глава ваших колен и дровосек и водоносы то есть они все должны быть вместе оказывается даже те которые абсолютно формально на лжи и обмане вошли в еврейский народ они имеют свое место в этом народе и они тоже стоят перед богом в роша шона как часть нашего организма потому что как я уже сказал в каждом организме есть разные органы с разной степенью утонченности с разной степенью огрубления те от которых зависит само существование и те которые придают ему полную функциональность и цельность по-разному это все нужны все и поэтому перед вот этим периодом от Роша Шона до Эмкипер то что называется Ямим Нараим страшные дни грозные дни дни когда решаются судьбы мы наши учителя все наши обычаи они направлены на то чтобы между людьми были нормальные отношения чтобы они проходили в согласии и в сознании взаимной зависимости всех от всех и поэтому в Роша Шона просили прощения перед Роша Шона просили прощения друг от друга возвращали долги снимали обеты делали все чтобы исправить отношения между людьми потому что Бог свою часть за себя он всегда простит а вот за людей он простить не может а условием с общности судьбы потому что у нашего народа есть явное проявление духовной общности это общность судьбы и поэтому никогда не надо удивляться тому что грешники и праведники в одном вагоне едут в один и тот же Аушвиц я уже сказал мы все взаимозависимы мы все взаимопроникаемы и тогда когда у нас между нами нормальные отношения тогда нам гарантирована сладкая жизнь сладкое я имею ввиду не количество глюкозы в крови а приятное ощущение удовольствие от жизни и даже обвинитель на небесах он поддержит оправдательный приговор потому что Бог свой ковид неуважение к нему он легко простит потому что это глупость человеческая а вот низость и подлость по отношению к людям за это придется платить и это глава не цевим это служение Рошашина вы стоите сегодня все и Тора дает нам необходимый для понимания импульс нам надо повторять все время что разные не значит лучше хуже что нету лишних что у каждого своя функция и своя роль и непонимание этого попытки переделать под себя всех и вся даже самыми лучшими намерениями это плевать против ветра все равно все вернется на собственную физиономию вы услышите эти слова перед Рошашина перед днем когда будет решаться судьба всей общины сынов Израиля и всего человечества ведь Рошашина это годовщина сотворения человека и мы все созданы по его образу и подобию и вот это вот понимание что мы конечно много ухитряемся испортить но на духовном уровне мы все единое целое и наша разность на материальном бытийном уровне не должна вводить нас заблуждение и она должна быть источником благословения именно потому что мы такие разные и такие нужные друг другу и жуткий мир в котором все шагают в ногу похожие друг на друга это страшилка а не мечта и поэтому хорошего вам года и всяческих успехов верлейте иберюр чтобы мы дожили до следующего года и чтобы нас оправдали потому что на самом деле мы очень хороши вот это занятие которое посвящено главе нецовим и будущему новолетию с вами с вами был Ишай Гессер и недельная глава Торы на лучшем радио прямо из-за иудейской пустыни вместо иудея людей будьте здоровы еще раз хорошего года субтитры